Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите новый выпуск телепередачи «Лестница». Сегодня для вас проведем ее мы. Никита Мошенский, Карина Краснова, Алена Душкова и Амина Ягудина. В начале июля стартовал творческий конкурс «Слава Созидателям». Его главная цель – сохранить память о людях, посвятивших свою жизнь атомной промышленности России. В этом году конкурс проходит в необычном формате. Подробнее об этом вам расскажет Елена Данилкина. Вот уже пять лет подряд проводится всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям». В нем принимают участие школьники 22 городов атомной промышленности и зареченцы не исключение. Конкурс «Слава Созидателям» направлен на увековечивание памяти, на чествование наших созидателей, людей, которые внесли значимый вклад в становление и развитие атомных городов, и нашего города в частности. Конкурс будет проходить в двух номинациях. Первая номинация называется «Чем меня вдохновляет Созидатель?». Здесь ребята должны сделать короткий видеоролик и рассказать, чем же вдохновил Созидатель, каким поступком, какими фактами своей жизни, какой вклад Созидатель внес в становление города. И вот этот видеоролик ребята должны разместить в своем аккаунте, который должен быть открытым, в Инстаграме. Вторая номинация называется «Один в один Созидателям». Здесь ребята должны сделать фотоколлаж, выбрать архивную фотографию Созидателя и сделать стилистически похожую свою фотографию. Это может быть на том же самом фоне, с той же, может быть, прической, в похожей одежде, в похожей позе. В общем, стилистически похожая фотография должна быть, и это размещается все на одном листе. И, естественно, еще должна быть краткая информация о Созидателе. Подробную информацию о конкурсе, о размещении работ, о правилах и нюансах вы можете узнать в положении, которое можно найти на сайте Департамента образования Заречного, в официальной группе конкурса «Слава Созидателям» и группе «Молодежка» в социальной сети ВКонтакте, а также на сайтах образовательных организаций. Конкурс проводится с 15 июля по 31 августа, и свои работы можно разместить уже сейчас. Конечно, этот конкурс очень важный и значимый, потому что он вносит свой вклад в дело патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи. Дети общаются с людьми, со значимыми людьми, со своими родственниками, которые стояли у истоков становления нашего города, например, у истоков атомной отрасли. Мы тем самым сохраняем память об этих людях, тем самым мы чествуем этих людей, мы распространяем информацию о них в интернете, их увидят миллионы, и это очень важно. Кроме того, конечно, ребята, которые будут делать творческие работы, они приобретают новые компетенции. Они учатся делать видеоролики, брать интервью, составлять рассказ, они учатся делать фотоколлаж, то есть осваивают какие-то программы специальные для того, чтобы это сделать. Ну, то есть здесь на самом деле очень много таких значимых задач у этого конкурса, поэтому он очень важен. В этом году впервые за историю конкурса «Слава Созидателям» будет проходить в онлайн-формате. Организаторами для проведения выбрана популярная среди молодежи социальная сеть «Инстаграм». Помимо этого, было принято решение о том, что муниципальный этап проводиться не будет, то есть участники, размещая свои работы, отправляют их напрямую организаторам. В конкурсе «Слава Созидателям» принимают участие ребята из авторных городов России. Как вы думаете, какой вклад могут внести именно зареченские школьники? Ну, во-первых, размещая свои творческие работы, зареченские школьники рассказывают о наших созидателях, о тех людях, которые делали наш город, которые прославляют наш город. И это здорово. Чем больше таких работ творческих будет, чем больше мы расскажем, чем о большем количестве людей мы расскажем, тем будет, наверное, лучше. И я надеюсь, что мы не подкачаем, и у нас будет большое количество. Я призываю всех школьников принять участие в этом. Тем более, что у нас уже есть определенный материал, который мы можем использовать. Мы уже снимали видеоролики о Созидателях, мы уже писали сочинения о Созидателях. Их было больше 1200. Вот, поэтому у нас есть материал, который мы можем использовать. Просто сделать его теперь в другом формате и принять участие сразу в федеральном этапе конкурса. Поэтому, дорогие зареченцы, юные, я призываю всех вас поучаствовать в этом творческом конкурсе. Тем более, что у госкорпорации «Росатом» всегда отличные призы. Лето проходит. Я уже все книги перечитала, все фильмы пересмотрела. Совершенно не знаю, чем себя занять. Я знаю, чем тебе помочь. Специально для детей Пензенской области был организован проект «Онлайн Лето 58». Педагоги Дворца творчества детей и молодежи не остались в стороне и подготовили множество интересных мастер-классов. Подробности в сюжете Алены Душковой. «Онлайн Лето 58» – масштабный проект, который появился в нашем регионе не случайно. Основная цель – предоставить школьникам, которым из-за карантина приходится проводить каникулы в городе, массу возможностей для интересного отдыха. Каждый день в рамках этого проекта проходят интересные конкурсы, мастер-классы, челленджи. Ребята могут выбрать себе занятия на один день или на все лето. Для того, чтобы проще было ориентироваться, за каждым днем недели закреплена отдельная направленность. Исследовательский понедельник, спортивно-трудовой вторник, творческая среда, профоридационный четверг, интеллектуальная пятница, культурная суббота. Каждый день педагоги всего региона готовят различные активности, в которых могут принять участие все желающие. Главная идея онлайн-лета 58 – это организовать системную работу образовательных организаций с привлечением детей в различные формы активностей, в которые включены все мероприятия по интересам и досугам детей. Дворец творчества детей и молодежи не стал исключением. Педагоги нашего учреждения также активно включились в летний марафон. Главной особенностью стали авторские мастер-классы, занятия или познавательные видео, которые педагоги подготовили специально для этого проекта. А помогал снимать их творческие задумки коллектив студии журналистики «Автор». Как вы оцениваете нашу работу в рамках проекта онлайн-лета 58? Благодаря ребятам из студии «Автор», руководителю Александру Викторовичу Любицкому и Александру Прохоровой, мы смогли показать городу, показать области своих педагогов, то есть то, что они умеют делать. То есть наши педагоги предоставили свои небольшие мастер-классы, небольшие занятия по физической культуре, то есть занятия на растяжку, занятия на выполнение каких-то упражнений. Вы их сняли, они продемонстрировали, и мы везде их показали. Огромная работа была проделана педагогами Дворца творчества детей и молодежи при содействии студии «Автор». Было размещено огромное количество интересных мастер-классов, в которых принимали участие дети нашего города и Пенинской области. В марафоне принимали участие Ольга Семенова, объединение «Карамелька», Светлана Давыдова, объединение «Друзья природы», Лариса Маргачева, объединение «Капитошка», Валерия Левина, образцовый хореографический ансамбль «Родничок», Галина Смугунова, объединение «Аэробика», Ирина Лыкова, объединение «Силуэт», Лариса Востокова, мастерская коммуникативного творчества «Три минуты на успех», Ольга Платонова, объединение «Мастерица», Евгения Кузина, хореографическая студия «Даймонд». Самое большое количество мастер-классов было подготовлено в рамках спортивно-трудового вторника. Конечно, это не случайно, ведь за время вынужденной самоизоляции мы привыкли сидеть дома, но ребятам хочется активно двигаться. Наши педагоги готовы помогать в этом. Они подготовили мастер-классы для тех, кому интересна хореография, укрепление организма, растяжка. Евгения Кузина показала упражнения, которые улучшат вашу осанку. Ольга Семенова научила базовым движениям чирлидинга, а Валерия Левина представила основные элементы русского народного танца. Воспитанники объединения не остались в стороне и тоже помогали своим руководителям. Вместе с Евгением Кузиной занятия проводили воспитанницы младшей и старшей группы. Галине Смогуновой помогала Анастасия Вишнякова, а солистка ансамбля «Родничок» Елизавета Сладкова самостоятельно представила комплекс упражнений для утренней разминки. Уникальный цикл видеорассказов был подготовлен педагогом Светланы Михайловной Давыдовой. Она рассказала про животных, как за ними ухаживать и взаимодействовать. Не упустила также важность природы в жизни человека. Еще раз напомнила простые правила, которые помогут заботиться и беречь окружающую среду. Не отставали и педагоги художественной направленности. Они подготовили мастер-классы для тех, кто любит создавать вещи своими руками, заниматься рукоделием. Лариса Моргачева может научить делать брошь из фетра. Ирина Лыкова показала, как сделать заколку для волос из фоамирана. Ольга Платонова научила делать браслет из бисера. Все педагоги проводят очень интересные и разнообразные занятия, которые не позволят детям сидеть дома без дела. Подделки получаются очень яркими и необычными, потому что при их создании используются различные материалы и техники. Творец творчества молодежи является одной из 10 базовых учреждений дополнительного образования, которые именно в проекте «Онлайн-лето» проводил мероприятие для всей области. То есть каждую пятницу в 14 часов наши педагоги в соответствии с графиком проводят интеллектуальный марафон. То есть данный интеллектуальный марафон имеет различные темы. Проект «Онлайн-лето 58» продлится еще до конца августа. Поэтому, если вы заинтересовались, у вас есть уникальная возможность присоединиться к нему прямо сейчас. И тогда каждый день лета пройдет для вас интересно и увлекательно. В этом году Карина Краснова дважды стала выпускницей. Она успешно сдала экзамены и закончила обучение в студии «Автор». Подробнее о том, как Карина начала заниматься журналистикой, вам расскажут Никита Мошенский и Амина Ягудина. Карина Краснова стала корреспондентом студии «Автор» два года назад. Ее история о знакомстве с журналистикой доказывает, что случай может полностью изменить жизнь человека. Случайность это или нет – решать вам. Карина всегда была ярким ребенком, поэтому не пройти мимо сцены она не могла. Все школьные мероприятия, активное участвовало, была ведущей. Два года назад наша школа готовилась к конкурсу эндагогических команд. В команде было пять учителей. И одним из конкурсных мероприятий была эта визитная карточка школы. Конечно же, мы обратились к специалистам. Это очень давно дружит наша школа с городской студией журналистики «Автор». И поэтому сценарий весь писался совместно, но по другому ребенку. И этот ребенок в августе оказался в отъезде. И следующее, о ком мы подумали, это, конечно, о Карине. Мне позвонили из школы и попросили принять участие в ролике, который делали педагоги на конкурс. Я согласилась, пришла, и мы ходили, снимали. Было достаточно сложно, потому что первый раз мне пришлось быстро запоминать текст, учить его и записываться в кадре. Время осталось очень мало, и она молодец, все получилось. Наша команда заняла третье место, конечно, ее вклад очень большой. Потом проходит время, происходит другое городское мероприятие. Я вижу Карину, и она в студии журналистики «Автор». Карине предложили попробовать себя в роли корреспондента, и она с радостью согласилась. Мне захотелось попробовать себя в чем-то новом, и я с удовольствием пришла на занятия. До этого Карина никогда не пробовала себя в журналистике, поэтому на начальном этапе столкнулась с небольшими трудностями. Но благодаря помощи и поддержке опытных руководителей она с легкостью их преодолела. С какими трудностями ты столкнулась, и все ли сразу у тебя получалось? Трудности были на начальном этапе, потому что было какое-то стеснение в кадре, было непривычно попадать по другую сторону экрана. Но потом стеснение ушло, с людьми стало общаться намного интереснее, я стала намного раскрепощеннее, и все начало получаться в несколько раз лучше, чем на начальном этапе. Карине понравилось появляться в кадре, работать над сюжетами и общаться с интересными людьми. Она с головой окунулась в работу и всего за несколько месяцев добилась больших успехов в сфере журналистики, а также улучшила свои навыки в видеосъемке. Несмотря на достаточно небольшой срок, это тот ребенок, который пришел и сразу вписался в коллектив. И буквально прозанимавшись два месяца, она сразу же приняла участие в фестивале «Атом ТВ». И уже на первом своем таком важном ответственном конкурсе показала очень хорошие результаты. Карина отлично не только вписалась в большой общий коллектив, но и замечательно работала со всеми ребятами и в качестве оператора, и в качестве корреспондента, и в качестве монтажера, что тоже говорит о ней как о человеке, который достаточно профессионально относится к тому занятию, которое для себя выбрала. Испытанием для Карины стала командировка руководителей студии во Всероссийский детский центр «Орленок». На протяжении нескольких недель Карина вместе с другими корреспондентами студии работала над созданием репортажей без помощи взрослых. Каждым испытанием для меня стал тот момент, когда руководители уехали вместе с девочками в «Орленок», и мы остались в студии буквально три человека. Мы снимали сюжеты, мы освещали события, которые происходили в детском оздоровительном лагере «Звездочка», а также сделали большой спецрепортаж про общий городской выпускной. Это было очень сложно, потому что ты не можешь спросить советы у руководителей, потому что они находятся далеко от тебя, но я думаю, что мы справились. А также мы собрали выпуск серии передачи «Лестница», который получился очень интересным, запоминающимся. Неотъемлемая часть жизни журналиста – поездки в разные города, знакомство с новыми людьми и, конечно, участие в интересных проектах. На протяжении всего обучения в студии автор Карина не раз становилась участницей международных форумов. После АТМТВ практически сразу нас позвали поучаствовать в международном форуме в Армении. Мы поехали туда вместе с группой от студии «Автор». Нас очень хорошо и гостеприимно встретили, показали нам город, показали площадку, на которой мы работали последующие несколько дней. Это было очень интересно, потому что ты находишься вообще в другой стране. Это был новый опыт для меня, хотя прошло буквально несколько месяцев с того, как я пришла в студию, а мне уже открылись такие большие возможности. Следующим значимым событием для меня стала поездка на международный женский форум в Новокузнецк. Это был огромный опыт для меня, потому что мы работали очень насыщенно, мы снимали сюжеты, и в этот же день они уже выходили на канале. На форуме я поняла, что сфера медиа – это точно та сфера, с которой я хочу связать свою дальнейшую жизнь, потому что это безумно интересно, когда ты путешествуешь, пробуешь себя в чем-то новом. Полезным опытом для Карины стало участие во всероссийском конкурсе «Слава Созидателям», в котором она добилась высоких результатов. Карина заняла второе место в муниципальном этапе и третье место во всероссийском этапе конкурса. Это тоже был очень ценный опыт для меня, потому что здесь я уже работала с человеком, который внес большой вклад в наш город, я задавала ему вопросы и делала видеоролик, который отправляли на конкурс. Хочу отметить отдельно выпускницу этого года – Карину Краснову, которая радует нас на различных всероссийских конкурсах, особенно меня на конкурсе «Слава Созидателям», где Карина была в числе победителей. Карина отличается профессионализмом. Я считаю, что она добилась больших результатов, занимаясь в студии тележурналистики «Автор». Большое ей спасибо за те интересные моменты, кадры, которые благодаря ей мы будем пересматривать, вспоминать, переживать снова новые эмоции. Одним из самых значимых и запоминающихся событий стала поездка в Международный детский центр «Артек». В протяжении 21 дня я снимала, я собирала материал для сюжетов. Мне безумно понравилась эта поездка тем, что я находилась одна, не было рядом руководителей, у которых можно спросить совет, попросить помощи. На протяжении всего обучения в студии «Автор» Карина ответственно подходила к работе. За активное участие в жизни школы, студии и города Карина была награждена почетным знаком «Гордость Заречного». Вручение прошло в торжественной обстановке в департаменте образования. Мы тебе вручаем знак города и Заречного за все твои заслуги, которые действительно наш город прославили. Ты была, наверное, не только в городах Российской Федерации, но и за границей. И мы надеемся, что Заречный знает благодаря тебе и там. Вручаем знак города и Заречного, а также благодарственное письмо. Мы присоединяемся к словам Олега Владимировича. Желаем тебе счастья, желаем тебе действительно найти ту дорогу, в которой ты пойдешь, гордо поднятой головой, и не забудешь никогда именно тех, кто тебя на эту дорогу выдал. Это твоих руководителей. Спасибо большое. Поздравляю. Я благодарна своим родителям, я благодарна творству детей и молодежи, что дал мне такую возможность реализовать себя. Я благодарна своей школе и тем людям, которые направили меня туда. Обучение в студии автор стало важным этапом в жизни Карины. Она смогла определиться со своей профессией и поставить цели на будущее. Как ты думаешь, что тебе дало обучение в студии? Обучение в студии дало мне очень много, как минимум путевку в жизнь, потому что я определилась со своей дальнейшей судьбой. Я решила для себя то, кем я хочу стать, то, в каком направлении я хочу развиваться. Это очень интересно ходить на съемки, ознакомиться с новыми людьми. Мне это очень нравится, я получаю от этого удовольствие. Карина вступает во взрослую жизнь. Впереди ее ждет много новых побед и свершений. Мы желаем ей не бояться трудностей и смело идти к своей цели. Хочется пожелать ей, чтобы она не боялась, пробовала себя во всем. Да все наши выпускники, мы только будем гордиться и ждать их всегда в гости. Дерзайте, пробуйте новое, не бойтесь ничего, у вас все получится. В первую очередь, исполнение желаний, чтобы в жизни все случилось так, как хочется. А если те знания и навыки, которыми она наполнилась в нашей студии, ей пригодятся в жизни, то мы будем очень рады. И желаем Карине поступить именно туда, куда Карина хочет поступить. И чтобы было здоровье, успех и все в жизни сложилось успешно, удачно. Вот уже на протяжении нескольких выпусков телепередачи «Лестница» мы рассказываем вам о нашем городе. Все это время можно было наблюдать за экскурсиями по Заречному, которые проводила наша команда. У тебя есть интересная задумка и ты всегда мечтал попробовать себя в роли журналиста? Тогда мы готовы помочь тебе создать свой телевизионный сюжет, в котором ты реализуешь свою идею. Твой рассказ может быть о чем угодно. О людях, живущих в Заречном, о городских событиях или о красивых уголках нашего города. Также ты можешь попробовать себя в роли оператора, монтажера или фотографа. Мы проделали большую работу по поиску информации и осветили историю знаковых мест нашего города. Теперь твоя очередь рассказать что-то интересное о Заречном. Студия «Автор» предлагает уникальную возможность всем зареченским школьникам принять участие в создании нового выпуска телепередачи «Лестница». Если наше предложение тебя заинтересовало и ты готов попробовать себя в роли журналиста, свяжись с нами в наших социальных сетях. Мы ждем твоих идей. Спасибо, что были с нами. Следите за нашими новостями на наших страницах в социальных сетях. Увидимся совсем скоро. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!